Когда мы находимся в этом прекрасном времени поста и молитвы, помните, что это не спонтанное, либо такое простое желание как-то так помолиться или же поситься, исполнить местописание. Я знаю, что это важно понимать, что это вдохновение от Господа и Дух Святой нас ведет к этому. И если Господь и Его руах, который живет в нас, вдохновляет нас двигаться в этой молитве, ходатайства перед Всевышним, тогда помните, что Дух Святой дает нам мысли и желания по своему извалению, по желанию Его, а мы должны помнить. И когда приходит мысль о том, что как-то сложно, надо за кого-то помолиться, я прошу вас, времени хватает, возьмите эту молитву. Если вы почувствовали, что вам необходимо позвонить, пообщаться, поговорите с Богом. Во время поста и молитвы Бог будет давать вам людей, с которыми вы можете пообщаться. Когда приходит чувство, может, переживание, помните, что этот Дух Святой нас подталкивает, чтобы ходатайствовать. Когда мы чувствуем, что ведет ходатайство, именно прошение перед Богом, некое такое движение Духа о каких-то личностях, либо о стране. Я прошу вас, остановите на ваших путях и сразу же, просто в своих чувствах, переживаниях, даже за рулем, начните молиться. Молиться, возможно, на языках, которые внутри нас, либо вслух на том языке, который мы знаем, на еврите, на украинском, на русском, на английском. Какой бы язык у вас бы ни был, знайте, что мы ходатайствуем перед Богом, ибо Он знает, за что мы ходатайствуем.